Здравствуйте, я Виктория Валикова, и сегодня я расскажу вам, как заболеть в путешествии, не заболеть в путешествии. Таиланд. Место отдыха для старых развратников, менеджеров по продажам и дауншифтеров. Угадайте, что это? А вот и нет. Чикунгунья. Загадочное заболевание с дурацким названием. Дело в том, что в отличие от малярии, заразиться которой вы можете только в ночное время, от чикунгуньи вы не убережетесь, засыпая под москитными сетками, потому что чикунгуньевые комарики активны в светлое время суток. И так вам плохо. Точнее, вам очень плохо. Точнее, у вас поднялась высокая температура, жутко болит голова, суставы, вас тошнит, вы не можете спать, а на теле какая-то непонятная сыпь. Боленая текила была, думается вам. А нет. Инкубационный период в чикунгуньи от 2 до 12 дней, и он пройдет для вас незаметно. Что же делать, если вы заболели? Валите к врачу! Если же вы лежите в джунглях и помощи ждать неоткуда, то прислушайтесь к рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Пейте, пейте много и обильно. Принимайте парацетамол или его аналоги. Прошу заметить, что употребление алкоголя во время приема ациномиафена категорически запрещено. Токсическим гепатитом грозят вам подобные миксы. О, мои любители, пригубите венца под шум прибора. Соблюдайте постельный режим. И, повторюсь, посетите врача, как только это станет возможным. От чикунгуньи нет прививки или каких-то специальных мер профилактики, как, например, для малярии, о которой мы поговорим в нашем следующем выпуске. Поэтому, если вы не хотите ходить покрытым сыпью красавчиком с опухшими суставами, пользуйтесь спреем от комаров с дета не меньше 30% и будет вам счастье. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нашим проектом строительства клиники на краю земли.